У нас сегодня такое довольно торжественное мероприятие, оно ежегодное, это мероприятие. По-моему, его придумал мой отец, называется это «Боткинские чтения», но я могу наврать с тем, кто придумал, потому что я на обществе присутствую уже почти там где-то под 50 лет. Я начал это дело в школе ходить, меня тогда таскали на общество. И мне сейчас трудно уже вспомнить, когда что появилось, какие были заседания. Но вот это вот заседание «Боткинские чтения», оно как бы считается таким достаточно торжественным, заключительным в году, подводящим иногда итоги году. Но в этом-то году точно нам есть что подводить, потому что год был совершенно необычный, необычный он был для всех, не только для членов общества. Вот, и поэтому сегодня я буду, конечно, рассказывать очень так прицельно о деятельности «Мгнота». Я так, в общем, смотрел за историей терапевтического общества. Мне кажется, что, может быть, мы впервые в этом году за более чем 100 лет вдруг оказались на острие решения проблем, которые возникли перед здравоохранением. Как-то всегда общество, ну, немножко было отстранено от сиюминутных задач, от тех проблем, с которыми встречались непосредственно доктора, врачи, и носило такой более отстранённо научный характер. Хотя иногда возникали и при советской власти, обсуждали там, например, как больницы должны быть устроены, кто-то рассказывал в съезде в зарубеж, о том, что, ну, какие-то особенности западных клиник, которые сейчас-то у нас тоже уже есть, тогда это было в новинку. Но вот то, что я хорошо знаю, это участие в событиях по канализации Москвы, была такая тема в научном обществе нашем, и вторая тема была, это участие в войне, в первой мировой войне, войне 14-го года. Там общество прям вот заседало и занималось, и какие-то отряды формировало, и, в общем, участвовало. Вот. Вполне вероятно, что оно участвовало и во время Великой Отечественной войны, но просто вот у меня никаких материалов об этом не сохранилось, и если у кого-то что-то будет, наверное, можно с удовольствием это всё опубликовать. Благо, у нас есть где публиковать газету, мы издаём уже много лет, и информация оттуда, она становится, ну, где-то достоянием истории. Вот. Поэтому я сегодня позволю себе рассказать о том, что сделало общество в эпоху ковида-19. Практически год, как появилась эта инфекция официально, это самый конец декабря, хотя многие говорят, что она появилась пораньше. Есть данные, что ПЦР определяет её в сточных водах как минимум за год. Кто-то обсуждает, что была какая-то странная смертельная пневмония, про которую сейчас уже все забыли, кстати говоря, осенью 2019 года в Соединённых Штатах Америки, когда много народу умирало, тогда в этом обвинили вот эти устройства, я не знаю, вайпер, они, по-моему, называются, в общем, современные курительные приспособления, и вроде бы вот от них люди умирали. Так ли, не так ли, теперь это всё вопрос уже исторический. Но, тем не менее, ковид появился, и вот мы поговорим с вами о том, что произошло. Значит, у меня со-докладчик мой сын, это Андрей Павлович Воробьёв. Здесь огромный раздел принадлежит ему лично, и, в общем-то, это идёт такое, ну, если хотите, семейное развитие наших традиций, традиций нашей семьи, потому что мы вообще прослеживаем себя уже в обществе. Раз, два, три, четвёртое поколение. Мой прадед был членом общества, мой дед работал над вопросами обеспечения отдалёнными, так сказать, медицинскими отдалённых деревень. Ну, отец, я и сын. Получается, пять поколений, да? Наверное, пять поколений. Я уже запутался. Ну, ладно. Так, с перелистыванием как-то получается не очень хорошо. Ну, естественно, первое сообщение – это сообщение о конфликт интересов. Значит, надо сказать, что за это время, поскольку мы занимаемся этой темой уже больше полугода, в общем, где-то девять месяцев, получается так, довольно много компаний нас поддержало, и, в принципе, можно говорить о том, что есть конфликт интересов и с Файзером, и с Нистлей, и с Альфа-Сигмой, и с Промицез Прагой, и Берингер-Ингельхайм, и Сенофи, Асцензи и многие-многие другие, которые так или иначе за это время поддерживали наши вебинары, а это одно из самых ценных, что у нас сегодня осталось от нашего общения. Не могу не показать эту картинку, хотя обещал ничего про политику, вообще ни слова, ни звука, но не могу не показать. Она буквально вчера была опубликована в РБК, и что обращает на себя внимание? Вот вводятся какие-то мероприятия, нерабочие дни, прекращение перевозок, частично возобновление, переведение на удаленку, запрещение движений и так далее, и так далее. Вы где-нибудь здесь видите какие-нибудь кривые, которые показали бы эффективность того или иного метода административного? Я, честно говоря, просто вообще ничего не вижу. Понятно, что инфекция развивается по своим законам, самостоятельным. Мы сразу говорили о том, что никакой второй волны не будет, и ее нет. Это просто летнее уменьшение объема пациентов по тем или иным причинам, в том числе и потому, что люди просто разъехались из городов. Ну и последующий неизбежный рост количества заболевших, которому, в принципе, мы, мы как эксперты, как люди, занимающиеся этим вопросом, были абсолютно готовы. Мы сегодня поговорим о том, что такое система здравоохранения Боткина, Рейна и Симашка, и как она показала сейчас. Почему Боткина и Рейна? Ну потому что сегодня Боткинские чтения. Мы поговорим о ДВС-синдроме привирусных инфекций, поговорим о диагностике, лечении этого состояния. Мы вспомним о рекомендациях Московского городского научного общества терапевтов, которые вышли в мае. Мы поговорим о медикейсе в открытом доступе для всех в диагностике COVID-19. Мы обсудим постковидный синдром и новую форму оказания помощи, ответственное самолечение, это медицинское бюро Павла Воробьёва. Причём здесь Боткин, Рейн и Симашка. При том, что, во-первых, система, которой нам все говорят, что это система Симашка, она на самом деле началась от Боткина, который впервые предложил создать государственную систему здравоохранения, единую для страны. До этого её не существовало. Рейн в 16-м году подписал первый документ у царя о создании такой системы. Был создан некий прообраз Минздрава, но, к сожалению, военные годы не позволили всё осуществить. Рейн был арестован временным правительством, ну, правда, не расстрелян, но посажен в тюрьму. Всё, что он наделал, было отменено, и потом по наследству передано было Симашка. И Симашка вначале возражал против этой системы государственной, он считал, что лучше систему земской медицины развивать, но потом быстро понял, что на самом деле стоит за этим, и мы сейчас это всё обычно знаем под названием систем Симашка, хотя совершенно это неправильно. Значит, всеобщая доступность первичной медицинской помощи, это основное, что лежит в основе системы. Единое государственное финансирование медицинской помощи. В 1910 году медицинская помощь в Российской империи оказывалась в основном бесплатной, практически не было платной медицинской помощи, поэтому не надо тоже приписывать лишнего Симашка, это было создано до него. Преемственность на этапах оказания медицинской помощи. Ну, понятно, это мы все знаем. Научность в медицинских технологиях. То, что происходит сейчас, это в основном всё абсолютно антинаучно. Удивительно, что в системе Симашка, это просто тезисы были опубликованы в начале 18-го года. Там есть участие в медицинской помощи самих больных, начиная с ответственного самолечения. И нам кажется, что это тоже должно сейчас очень сильно развиваться. Постиндустриальная эпоха требует применения информационных технологий во всех сферах медицины. И во время вспышки COVID-19 ничто из этого не было реализовано. Ну, что можно по этому поводу сказать? Система, мягко говоря, дала сбой. ОДВС-синдроме. Ну, это уже, наверное, те, кто видели мои предыдущие вебинары, знают эту фотографию. Это мой отец, это Зеной Сламонович Баркаган, и я примерно 20 с небольшим лет тому назад. И все мы имеем непосредственное отношение к разбираемой теме. Потому что в свое время Зеной Сламонович Баркаган, а потом и отец, стали обсуждать, что нельзя рассматривать отдельно инфекцию, воспаление, нарушение гемостаза. Это триединый механизм, переходящий один в другой. И когда мы говорим инфекцию, мы всегда подразумеваем наличие ДВС-синдрома. Если мы говорим ДВС, то мы всегда подразумеваем наличие воспаления. Все три эти процесса, они абсолютно взаимосвязаны, взаимозавязаны. Мы немножко трансформировали определение Зеной Сламоновича, которое, может, его даже и не было в таком виде, мне трудно сказать, но, во всяком случае, вот ДВС-синдром, он же должен носить имя Баркогана Мочебели, потому что первый вообще описывал тромбогеморрагический синдром именно Мочебели. Зеной Сламонович уже придумал, как его лечить. Это неспецифический, общий биологический ответ на воспаление, повреждение и гибель клеток, травму, иммунные нарушения в виде распространенного образования тромба в микроциркуляторном русле, в венах, в артериях, полостях сердца с развитием различных состояний. В первую очередь, это тромбоэмболические осложнения, венозный тромбоэмболизм, тромбозы, инфаркты, инфаркты, тромбы в венах нижних конечностей, и шимический инсульт. Ну и вот, если посмотреть на атлас Ратьянца, который был опубликован в мае, может быть, в начале июня, где проанализировано две тысячи вскрытий больных с ковидом, это уникальная работа, нигде в мире ничего подобного нет, в мире не вскрывают больных с ковидом в основном, и мы видим, что повсеместно, везде наличие кровоизлияния, тромбозов в самых различных тканях. Это именно характеризует синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Мы можем как-то по-другому его называть, ради бога, но от этого суть не меняется. ДВС-синдром здесь четко совершенно присутствует на морфологических картинках. Нарушение проницаемости сосудистой стенки в результате развития ДВС-синдрома это тоже очень важная тема, и вот мы здесь видим с вами поражение эндотелия, альвеолы при ковид-19 справа разрушены, и красивенькие такие сочные альвеолы слева. Ковид-19 разрушает альвеолярную ткань, нарушает ее проницаемость, развивается так называемая фибриновая легкая. В данном случае эта работа не отечественная, на верхней фотографии вы видите маленькой воздушной альвеолы, наполненной воздухом, а внизу здесь слева это фибриновый эксудат пропотевания фибрина, в полости альвеол практически не работает, не может быть тут газообмена, ну а на правых двух фотографиях тут все наполнено эритроцитами в процессе альвеол, фактически кровоизлияние, кровотечение полости альвеола. Так себя ведет любой тяжелый ДВС-синдром, в том числе при COVID-19 в данном случае. Дальше нарушение барьерной функции целостности слизистых оболочек желудка, кишечника и так далее. Нарушение функции органов и тканей от моно до полиорганной недостаточности, внутрисосудистые инфекционные процессы от локальных до сепсиса, в некоторых случаях развивается геморрагический синдром, иногда тяжелый, иногда до полной несвертываемости крови с множественными массивными кровотечениями и кровотечениями и характерным симптомами нарушениям гемодинамики в виде гемокогляционного шока. Но это общее определение ДВС-синдрома, не все так однозначно при COVID-19. При COVID-19, во-первых, процесс самоподдерживающийся цикличный, то есть новые какие-то повреждения усугубляют патологическое свертывание крови. Вообще система свертывания работает как система сдержек и противовесов. Есть некий баланс между прокоагулянтными и антикоагулянтными эффектами. Если у вас добавляется прокоагулянтное действие, то подхлестывается антикоагулянтное действие, и система так пытается сбалансироваться. К сожалению, при нарушениях система может балансироваться на каких-то других этажах, на другом уровне гемостаза, и так довольно долго существовать. И наша задача весь этот баланс перевести, скажем, с какого-то низкого уровня на какой-то нормальный. Ну, так примерно это на уровне разговора выглядит. Значит, в основе ДВС-синдрома лежит активация свертывания по внутреннему пути свертывания. При COVID-19 это такая особенность. То есть, это за счет иммунных комплексов, контактной активации, но никак не за счет распада клеток, потому что распада клеток при COVID-19 мы не видим. И, соответственно, внешний путь свертывания, наиболее такой злой ДВС-синдром, он при COVID-19 достаточно слабо выражен. Это принципиальное отличие от гриппа H1N1, где фульминантное быстрое течение ДВС-синдрома с тяжелейшим поражением легких развивается в течение нескольких часов. И вот это отсутствие выраженного экстудативного компонента, того самого фибринового легкого, которого я показывал при COVID-19, оно, например, определилось в одной из работ, где просто взвешивали кусочки ковидных легких и кусочки легких пациентов с гриппом H1N1 оказалось, что разница в три раза более тяжелые кусочки легких, но относительно более тяжелые при пневмонии, при, простите, при гриппе H1N1, чем при COVID-19. То есть там гораздо более выраженный оксидативный компонент, а значит, там больше именно внешнего пути активации свертывания. Классическая картина ДВС-синдрома при COVID-19 она всем известна, это тромботические изменения от микротромбозов, инфарктов, инсультов, тромбоэмболии легочной артерии, развитие полиорганной недостаточности, присоединение сепсиса и септического шока и кровоточивость от носовых кровотечений, даже при нетяжелом течении болезни у 15% этого является синяки на коже и гораздо реже гематомы, кровоизлияние в полости, межмышечные гематомы, тем не менее они бывают несмотря на относительно редкость. Диагностика ДВС-синдрома это всегда такой вопрос сложный, с одной стороны вроде бы все должно быть просто и понятно и мы как раз с клинической точки зрения наставим на том, что не надо особенно заниматься лабораторным подтверждением ДВС-синдрома. Вместе с тем изменения, которые характеризуют систему свертывания это, например, высокий уровень высокомолекулярного фактора Велебранда, снижение соотношения садоманц-13 и это напоминает тромботическую тромбоцитопеническую порпуру, то есть это достаточно тяжелые изменения. Свидетель воспаления это гиперфибриногеномии, который довольно быстро снижается, снижение свидетелей коагуляции это растворимые комплексы фибринмономеров у большинства больных, ну в свое время я говорил, что практически уста, сейчас, конечно, мы видим поменьше, но тем не менее это все равно довольно высокие цифры. Уровень тромбоцитов от нормального до гипотромбоцитомии по мере нарастания утяжеления болезни низкий уровень коррелирует с высокой летальностью, извращение фибринолиза, повышение тканевого активатора фибриногена и ПАИ-1 и прямая корреляция дедимера с маркерами воспаления. В работах во многих уже описано, что дедимер не коррелирует между частотой тромбоэмболии и снижает синхронно с уровнем С-реактивного белка. Я специально обращаю ваше внимание, дедимер это показатель воспалительной реакции, это не фактор свертывания крови, это фактор образующийся в результате разрушения уже образовавшихся тромбов под действием фибринолитической системы. А поскольку последний работает плохо, то и дедимер может повышаться. Так, передвигаем дальше. Профилактика и лечение ДВС-синдрома состоит на трех китах. Это применение прямых антикоагулянтов, это применение свежезамороженной плазмы и плазмы фереза. Мы выпустили рекомендации Московского городского научного общества терапевт, как я уже сказал. Они вышли в мае под редакцией вашего покорного слуги и профессора Елокомба Валерия Анатольевича. Здесь представлен довольно большой коллектив авторов. Вы видите, что здесь люди не только из Москвы и даже не только из России. Здесь есть представители из рубежных стран. Но, конечно, в первую очередь это специалисты по гемостазу, ученики Зиной Соломоновича Маркогана и мои, может быть, ученики Айнабекова Баян, Василий Васильев Сергей Александрович, Надежда Александровна Воробьева, однофамилица, Джукаев Аслан, Валерий Анатольевич Елокомов, естественно, Андрей Павлович Мамот, Яков Наумыч Шойхит, вряд ли его можно назвать учеником, он скорее большой друг Зиной Соломоновича, они вместе работали, ну и так далее. Андрей Алексеевич Зайц, специалист-пульмонолог, он, кстати, предложил в наших рекомендациях применения пульс-терапии, которая сейчас достаточно часто используется. Клинический фармаколог Дмитрий Алексеевич Зачев, ну и так далее. Новое понимание ДВС-синдрома при вирусной инфекции позволило нам обсуждать раннее начало антикоагулянтной профилактической терапии, здесь ошибочка антикоагулянтной, конечно, профилактической терапии. По прямой аналогии с профилактикой тромбоэмболии, легочной артерии, тромбоэмболии при коронорогенном инсульте, и там и там мы не ищем локальных тромбов, но назначаем профилактические антикоагулянты, несмотря на то, что может не быть ничего. Мы просто знаем, что это снижает частоту развития тех или иных осложнений. И сегодня число людей, получающих профилактические антикоагулянты антиагреганты, миллионы. При этом во всех указаниях, во всех рекомендациях написано, что одним из факторов, повышающих риск развития тромбоза, является любая респираторная инфекция, ну и естественно, коронавирус среди них. Таким образом, коронавирус является фактором риска развития тромбоэмболизма, здесь вполне оправдано применение антикоагулянтной терапии, что и было нами заявлено еще в январе 2020 года. Мы предложили контакте с пациентами при малосимптомной форме, применение солодексида и курантила. Эти препараты имеют и доказательную базу достаточную в принципе для их рекомендации, и кроме того, у курантил напрямую есть показания профилактика вирусных инфекций. Дальше при отсутствии дыхательной недостаточности средней тяжести заболевания применение оральных прямых антикоагулянтов NOAC, а не новые оральные антикоагулянты, если кто не знает, это апексабан, рироксабан, а бедовигатран. Дозы препаратов профилактические, соответствуют дозам, которые используются при фибрилляции предсердий. Ну, а позже мы туда еще добавили постковидный синдром, хотя, честно говоря, в рекомендациях его пока нет, никак не хватает времени сесть и написать. Но идея тоже применение NOAC. значит, это сегодня уже четко установлено, весь мир к этому пришел, вслед за нами, о том, что все больные со средне-тяжелым течением коронавирусной инфекции должны получать антикоагулянтную терапию прямыми антикоагулянтами, ну, а поскольку средне-тяжелые часто лечатся дома, соответственно, это должны быть домашние антикоагулянты или новые оральные антикоагулянты. Мы напомним, что они не требуют никакого контроля формально и имеют хороший профиль безопасности. Значит, мы напомним, что сначала был гепарин, потом появились низкомолекулярные гепарины, и вот теперь появились оральные прямые антикоагулянты. Здесь интересные данные госпиталя Синайской горы, он так называется в Нью-Йорке, они провели сравнение применения антикоагулянтов, правда, в стационаре. В терапевтической профилактической дозе. Вы видите, что достаточно большие объемы без антикоагулянтов 1530 с применением терапевтической дозы 900 и профилактической дозы 1959. Снизилась внутрибольничная летальность в два раза и в два же раза снизилась потребность в интубации у этих пациентов на фоне приема антикоагулянтов. Причем авторы отметили, я впервые вижу такую отметку, что не было разницы между эффективностью терапевтической и профилактическими режимами антикоагуляции, что на самом деле очень важно, потому что мы тоже настаиваем на том, что достаточно принимать антикоагулянты, неважно, в данном случае оральные или низкомолекулярные, в профилактических дозах. По нашей рекомендации оральные антикоагулянты начали применяться с ранних этапов болезни уже в мае этого года, сейчас они вошли в московские рекомендации с сентября 2020 года, ну и у нас собственный опыт уже более 500 человек под наблюдением, но чуть позже мы об этом еще раз поговорим. Много сейчас ломается копия, что мы, мол, даем в больших дозах. Друзья мои, это не так. Посмотрите, откройте инструкцию, вы обнаружите, что для апексабана профилактическая доза 2,5 миллиграмма у больных в послеоперационном периоде. При нарушении профибрилляции предсердий профилактической дозы это 5 миллиграмм два раза. Во всех рекомендациях международных профибрилляции предсердий используется профилактическая доза 5 миллиграмм два раза. Лечебная доза для апексабана имеется, но это 10 миллиграмм два раза, то есть в два раза больше, чем мы используем сейчас для профилактики ДВС-синдрома. Ну, риорксабан ксарелл это 10 миллиграмм два раза в сутки, добегатран продакса 110 миллиграмм два раза в сутки. Почему мы на этом так настаиваем? Да вот простая вещь. Вот фибрилляция предсердия, вот вы видите красной стрелкой обозначена эффективность 2,5 миллиграмм апексабана два раза в день. Она практически отсутствует. Тогда как 5 миллиграмм прекрасно работает и лучше даже работает чем риорксабана да и бегатран. может, там не столь серьезные различия, но тем не менее они есть и эффективность безусловно должна быть обеспечена препаратами в нормальных дозировках. одна позиция это двухкратный прием. Значит мы еще раз посмотрели в инструкции четко написано что время полужизни препарата то есть время за которое препарат снижается в два раза в концентрации примерно 10-12 часов у всех этих препаратов. это примерно похоже на низкомолекулярный гепарин у них такие же параметры. Поэтому препараты должны применяться два раза в день вне зависимости от наименования препарата. Мы на этом очень настаиваем. Особенно это касается риорксабана потому что он идет часто в дозе которую мы рекомендуем но люди принимают один раз и не получают достаточного эффекта нам приходится переключать их на двухразовый прием и сразу становится хорошо. Напомню что конечно есть опасность кровотечения при кровотечении у добегатрана есть специфический антагонист пракс байнд препарат есть в России есть во многих стационарах если нет его то под рукой то можно он прям на игле останавливает кровотечение если его нет то ну во первых отменяется препарат во вторых можно ввести неактивированные активированные факторы протрамбинного комплекса так называемые или седьмой активированный фактор честно говоря мне кажется что можно ввести свежезамороженную плазму если уж совсем ничего нет и кровотечение сильное но вот такие рекомендации существуют спорить я с ними совершенно не собираюсь наоборот я их обеими руками буду поддерживать конечно оценка риск кровотечения особенно при амбулаторном лечении было бы замечательно но как мы видим если вы прочитаете то что здесь написано то это касается в общем тяжелых стационарных больных и ничто из этого к нам не подходит кроме того здесь есть лобильное МНО например это больные получающие непрямые антикоагулянты поэтому мы к сожалению не можем пользоваться как минимум вот этой шкале шкалой для оценки риска кровотечения может быть что-то нужно изобретать для амбулаторного звена свое потому что в принципе теоретически какие-то подходы здесь есть разумные просто нужно ее валидизировать под те задачи которые стоят ну вот короткий пример это один из первых больных которым мы дали препарат в хорошей дозе сразу прямой антикоагулянт это был апексабан насколько я помню 5 миллиграмм очень быстро у него все нормализовалось и мы тоже так же быстро уменьшаем дозу антикоагулянта вдвое ну первые подходы к снаряду всегда они очень эмпиричны были в данном случае температуру сразу гаражирует в 37,2 36,5 мы увеличиваем тоже быстро дозу антикоагулянта до исходной до 5 миллиграмм два раза и дальше он принимает этот препарат вы видите что температура очень быстро нормализовалась постепенно уменьшилась кашель слабость и так далее только не спрашивайте меня как температуру влияет как апексабан влияет на температуру чуть позже я об этом скажу но это изумительно интересная история только я никогда не скажу что это антиперетик но влияет на температуру другой пациент уже современный скажем так недавно у нас проходивший он заболел 7 октября начал с 10 октября по нашим указаниям Эликвис по 5 миллиграмм два раза в сутки вы видите здесь его анализы тут и трансаминазная легкая активность была и увеличение циреактивного белка и эфиритина и додимера а не додимер простите нормальный а вот о чем я говорю да вот РФМК у него довольно сильно увеличено до 17 миллиграмм против 4 норм в норме он пролечился примерно там дней 10 чуть меньше все замечательно слабость небольшая сонливость и он прекращает приемы Эликвиса начинает заниматься зарядкой физически активен и буквально через несколько дней у него все возвращается на округе своя снова температура снова увеличение пульса снова частота дыхания повышается слабость он самостоятельно же без нашего уже контакта начинает принимать Эликвис 2,5 миллиграмма в сутки появляется диарея ну вы видите тоже показатели в это время воспалительных реакций эферритин и ЦРБ все достаточно повышено приходит позитивный ЭГМ на SARS-CoV-2 в общем как бы все так хорошо но мы его переводим все таки вновь возвращаем его на 5 миллиграмм 2 раза в сутки и довольно быстро у него нормализуется температура постепенно улучшается состояние поэтому это еще раз говорит о том что не надо лечить маленькими дозами не надо делать плохо то что можно делать хорошо значит при остром ковиде наша общая оценка 100% эффективность в виде отсутствия прогрессирования заболеваний в том случае если больные выполняют рекомендации и изначально нет дыхательной недостаточности то есть это средняя степень тяжести заболевания в этом случае 100% но у нас есть естественно больные они попадают с разными клиниками вот буквально вчера была больная которая два дня назад к нам обратилась и вроде все ничего вдруг у нее сатурация выясняется что 60 и на КТ у нее поражение 90% легких но она даже еще не не стала принимать антикоагулянта мы естественно сказали что в такой ситуации надо ехать в больницу а не валять дурака потому что пожилой тем более пациент понятно к чему это приведет обычно быстро самое быстрое что происходит это снижение температуры уменьшение слабости уменьшение головных болей как правило это занимает срок примерно 3 дня от 1 до 5 дней иногда бывает к сожалению дольше и остаточное явление это слабость и кашель они довольно долго могут продолжаться до месяца буквально несколько дней назад ну уже там две недели назад вышла публикация из Швеции о том что антикоагулянты амбулаторные неэффективны и вот их вывод что использование НОАК не было связано со снижением риска госпитализации и так далее большие очень объемы пациентов вы видите 103 тысячи 36 тысяч 350 тысяч сравнительно в сравниваемых группах ну как всегда дьявол в деталях и я полез рассматривать более пристально эту статью и выяснил следующее ну во-первых возраст у этих пациентов те кто НОАК плюс и НОАК минус то есть принимали и не принимали непрямые антикоагулянты различается в общем 7 лет при таком в общем большом очень объеме это наверняка статистически достоверно и наверняка может существенно влиять на ситуацию то есть те кто принимали непрямые антикоагулянты на 7 лет были старше те кто не принимал непрямые антикоагулянты смотрим смотрим на полиморбидность тоже группы совершенно разные смотрите в два раза различается частота сердечной недостаточности в два раза даже больше различается частота ишемического инсульта или те в группе где принимают антикоагулянты всего в два раза больше существенно различается болезни легких но не в два раза но в полтора раза это точно и наконец эпизоды тромбоэмболизма за последний год тоже в полтора раза различаются не в пользу больных принимающих антикоагулянты то есть мне кажется это достаточно большая значимая разница которой нельзя пренебрегать и если мы посмотрим на препараты которые принимают больные то тут еще более интересно но аспирин понятно при антикоагулянтах не назначают это ясно но сортаны в два раза чаще антонисты антагонисты кальция в портал в полтора раза чаще дюретики больше чем в два раза чаще бета-блокаторы в полтора раза противодиабетические препараты тоже в два раза то есть больные просто конкретно тяжелее чем принимающие антикоагулянты чем больные не принимающие антикоагулянты поэтому делать вывод о том что те кто принимал антикоагулянты имели точно такие же результаты как и те кто не принимал антикоагулянты это по мере по меньшей мере смешно то есть если они имели такие же результаты то это значит что антикоагулянты эффективно защищали их от развития тяжелого коронавируса с поступлением в отделение интенсивной терапии со смертью и так далее так далее то есть те критерии которые использованы были авторами они на самом деле говорят ровно противоположно что ноак были эффективны тоже совершенно неожиданно тут уже я смотрю там было как дискуссия по поводу солодексида вышли рекомендации не рекомендации простите а рандомизированные следы из мексики мы солодексид рекомендовали с самого начала бессимптомным пациентам ну вот собственно говоря для профилактики у них к вида и к профилактике развития тромботических каких-то вещей и я всегда на всех вебинарах об этом упоминала говорю что мы говорили что мы предложили это по каким-то общим соображениям понимание патогенеза развития осложнений и это не имеет доказательной базы и ничто не предвещало что из мексики прилетит такая вещь значит одноцентровое амбулаторное рандомизированное контролируемое исследование с параллельными группами то есть по полной программе современные методы исследования 1 конечно одноцентровое конечно это очень плохо друзья мои ну давайте посмотрим на другие препараты которые используются при к виде там вообще никаких исследований нет просто трамп сказал весь мир сделал значит 243 больных были рандомизированы на две группы одна группа это пероральный прием солодексида по 500 два раза в день и плацебо 119 пациент 124 соответственно значит исходы оценивались необходимость и продолжительность госпитализации и потребность кислородной поддержки значит через 21 день наблюдение 22 из 124 потребовали госпитализации в группе солодексида и 35 из 119 в группе под плацебо доверительные там интервал и так далее все это статистически достоверно практически в полтора раза солодексид снизил потребность в госпитализации соответственно меньшему количеству потребовалась кислородная поддержка 37 против 50 и меньшее количество дней провели больные на этой поддержке 9 против 11 различий продолжительность прибывания больницы не было но это понятно здесь административный фактор первую очередь поэтому мы получили блестящее мне кажется подтверждение наших предложений по применению солодексида на ранних стадиях у больных с малосимптомным или бессимптомным течением к вида и в общем то мы со спокойной душой рекомендуем этим пользоваться ну что из приятного за последние дни вот я веду личную переписку так сказать в фейсбуке ко мне вот прям пришел человек франциско фазе он педиатр по-моему сицилия здесь вот его фотография вот буквально несколько дней назад на на фоне волны и моего возмущения тем что творится с англией с этой идеи о том что появился какой то штамп который очень опасен хотя выяснилось он уже во всех странах присутствует но его реакция ну вы знаете что итальянцы любят и англичан и особенно американцы англосаксонские страны вместо лечения больных только то или нолом должны думать о том чтобы фармакологически остановить тромботические васкулиты уменьшить госпитализацию в италии группа врачей обратилась к высшему административному уровню судов и судебная власть вмешалась пасна с постановлением о снятии ограничения врачам которые сегодня могут вылечить больных на дому я не знаю это вот короткое сообщение уточнить мне довольно трудно но во всяком случае то что он уже неоднократно писал о том что они пытаются применять тоже антикоагулянты это довольно здорово потому что наши рекомендации уходили и странное южной америки и других странах ну про снг я уж молчу и грузии там и казахстан они везде как бы применяются вот поэтому поэтому в общем то вот такое распространение нашей технологии сегодня уже существует сверхзамороженная плазма это старый метод без которого вообще применение антикоагулянтов никогда не рекомендовалось особенно в течение в течении у тяжелых пациентов к сожалению специальных исследований эффективности при ковид 19 у нас нет мы располагаем только отдельными наблюдениями драматического эффекта сверхзамороженной плазмы при тяжелой дыхательной недостаточностью но она естественно является обязательным компонентом при проведении плазма фрс неожиданно я выяснил почему так упираются реаниматологи оказывается тихой сапы при министре скворцовой было была изменена инструкция по переливанию крови и там вдруг выяснил что плазму можно переливать только при кровотечении фактически как это кому это пришло в голову кто это сделал знал бы я бы лично каким-то механическим способом воздействия на данного автора но к сожалению вот такая существует дилемма делать трудно но нужно чтобы это все таки было и вот из личных сообщений это мир талипов присылает значит я уже показывал иногда этот слайд 65 65-летний человек в июне месяце температура поражение легочной ткани 72 процента дыхательная недостаточность сатурация при движении 50 в покое 80 в промпозиции 15 литров неинвазивной вентиляции вспомогательной все это происходит дома только это не в больнице больницы больных не не ложить теперь это все домашних условиях происходит ну вот все это плохо переливает свежезамороженный плазм 520 миллилитров сразу по его сатурация появляется повышается до девяносто трех процентов концу вливания то есть через полтора часа больной ощутил прилив сил сказал что он готов встать и пойти кстати опорожнение кишечника очень характерный признак разрешение тяжелого dvs синдрома через день отключается два концентрации два концентратора сидя сатурация 80 87 ну дальше еще раз три раза он переливал свежезамороженую плазму конечно на фоне антикогулянтов там были еще и попытки лечить пульс терапии метипредом без большого эффекта кстати говоря именно свежезамороженная плазма внесла свой драматический эффект ну и уже через несколько дней по признаков заболевания там не было а вот буквально свежий пример он мне вчера стал присылать фульминантный dvs синдром вот сейчас еще не разрешившаяся ситуация роя 6080 ферритин 2100 рфмк 24 фибриноген на копейку чуть-чуть 64 обращаю ваше внимание что додимер нормальный три раза провели пульс терапию метил преднизолоном антикогулянты и перелили в общей сложности 600 миллилитров плазмы видите вот здесь такая импровизированная домашняя капельница на столе насколько я понимаю все таки медикамент сразу после сзп ферритин снижается до 926 то есть ну два с половиной раза как отдай что называется такова эффективность свежезамороженной плазмы не пренебрегайте пожалуйста этим методом особенно если это касается кого-то из близких ну и очень много говорят про плазмореконволесцентов одно время очень было модно про нее описать как это будет здорово ну вот недавно вышли исследования где показано что разница между плазмореконволесцентов и плацебо нет никакой она не работает впрочем мы об этом всегда говорили потому что и при других инфекциях плазмореконволесцентов никогда не работал ну что делать плазма фрс как-то ни странно вошел в рекомендации минздрава уже много месяцев начиная чуть ли не с майских с майского издания но мы до сталкиваемся с полным нежеланием и невозможностью проведения в россии в том числе по техническим причинам у нас практически исчезли аппараты центрифоги для плазма фрс к сожалению все описание плазма фрс при ковидной инфекции в мировой литературе носит характер казуистических сообщений то есть отдельных случаев ну два показания это профилактика развития дыхательной недостаточности и лечение ковидного энцефаломиелита чуть позже скажем это ссылка на рекомендации минздрава здесь вот плазмообмен замещение свежезамороженной донорской плазмы так далее так далее при наличии признаков двс тромболит тромботической микроангиопатии тоже двс синдром ну шутка активация микрофагов честно говоря это какая-то заум такая вот ну в общем вот такие рекомендации есть ну вот что пишет реаниматолог из города значит ну там они спасались ликвисом дексаметазоном ладно значит на вторые сутки после плазма фрс из 11 пациентов четверо отмечали отчетливый эффект у остальных 80 процентов поражение легких и плазма фрс делался явно поздно сатурация у тех кого она повышалась до 94 с 87 потом держалась достаточно высокой но с плазма фрсом нас зарубили есть у нас центр реанимационных консультаций там говорят что мы мягко говоря не правы я посылал ссылку на рекомендации минздрава но прошибить полу врачей получиновников к сожалению довольно трудно особенно если они анестезиологи реаниматологи у них свои взгляды на все вот статья из клиники бурназяна здесь тяжелый больной описание того как низкая сатурация то же самое значит не более 88 в прон позиции отрицательная динамика по кт и они вместе с другими препаратами тоже тоже пульс терапии метипредом было и терапевтический объем плазма обмен до до 4 литров сверхзамороженной плазмы было замещено вот ну и дальше очень быстро отмечалась сначала была отрицательная динамика затем очень быстро улучшение легче в механике повышение сатурации ну и так далее так далее больной был выписан из стационара таких сообщений довольно мало к сожалению хотя я знаю что есть клиники которые применяют плазма фрс это это же 52 больница это и клиника медсанчасть фомба знаменитая в питере в брянске применяют но описанием нет совсем переговорить меня сейчас физически не получается вот работа опубликованная уже довольно давно ну несколько месяцев как значит первым нашим опытом был пациент которому поздно провели плазма фрс он погиб а остальные 7 мы начну мы лечили плазма фрсом лечь раньше очень резко улучшался респираторный статус вот и были выписаны все пациенты после частичной ремиссии у пяти через две недели не было клинических проблем а два получали еще лекарства от гипергликемии и вот тоже буквально днями мне сообщили что в штате виржине плазма фрс внесем в рекомендации при критических состояний ну хорошо хоть так мы не можем сказать что плазма фрс шагает по планете широко но хотя бы на него обратили внимание хотя бы он используется это уже здорово потому что наши призывы они не проходят даром они каким-то образом все-таки работают медикейс медикейс это наша гордость на сегодняшний день вторая гордость после антикоагулянта плазменной терапии эта система связана с тем что сегодня огромная конфликтная ситуация назрелась в нашем обществе система здравоохранения не справляется при этом из каждого утюга идет до информационное давление на пациента все в полном испуге кроме того у них есть изменения психики у больных и поэтому любой заболевший урви сегодня требует повышенного внимания немедленной помощи при этом он не может дозвониться до врачей уж тем более дойти до них кроме того не надо забывать что у нас тотальное ограничение запрет на проезд в транспорте для пенсионеров принуждение к маскам штрафы круглосуточное полицейское наблюдение все это не создает позитива во взаимодействии с пациентами при этом медицинский персонал работает на износ в условиях жесточайшего дефицита кадров прессинга и профессионального выгорания конечно в этой системе в этом случае конфликты неизбежны мы занимаясь вот проблем компьютерной диагностики так далее должны сказать что болезнь вирусная она может быть описана с помощью марковских цепей в состоянии туннельных переходов почему я об этом говорю да потому что больной с ковидом может появиться в любой момент у вас во первых нет строгой периодичности есть совершенно разные формы заболевания есть форма когда один-два дня температуры человек практически здоров только потом у него антитела а есть и у кого и даже температура не было например сильное обострение гипертонии с трудом справлялись с давлением а потом антитела поэтому нет четкого вот в данной конкретной ситуации при других болезнях это обычно бывает инфекционно а здесь этого нет нет смены одних периодов на другие в любом марковском состоянии больной может попасть к врачу и переходы между состояниями могут могут быть последними то есть температуру ухудшение того сего потом легочная недостаточность там dvs так далее тогда а может быть туннельный переход то есть прямо вот человек только что был здоров и как при гриппе h1n1 мы знаем да больной приезжает больницу у него немножечко дышечко а к вечеру он уже умирает от отека легких с полной дыхательной недостаточности поэтому это не только простая математика это некая новая логика болезни мы сейчас только-только к ней подбираемся но нам еще предстоит осмыслить и перевести в программный продукт но тем не менее это довольно интересный подход к познанию болезни потому что раньше мы как-то так о болезни не говорили наша платформа медики из которой мы занимаемся уже очень много лет она рассчитана была на отдаленные территории там где нет медицинских работников она имеет может поставить 250 диагностических гипотез использует 110 1100 решающих правил основана на клинических рекомендациях постоянно рекламу актуализируется актуализируется она построена по простому принципу древа решений все вопросы имеют закрытого типа но сейчас мы немножко расширили не все закрытого типа некоторые перебор вопросы но тем не менее закрытый тип это да или нет это довольно строго регламентирована потому что если мы будем слушать что нам говорят больные то мы не справимся с решением задач простой пример как если мы слушаем больного один больной говорит у меня одышка 2 говорит у меня задышка 3 говорит у меня отдышка 4 говорит мне трудно дышать 5 говорит у меня нарушается дыхание при этом движении и так далее так далее я думаю что доброго полтора десятка достаточно описаний и все это мы как врачи характеризуем словом одышка поэтому такие вещи требуют очень четкого описания в нашей программе по два-три раза иногда спрашивается одно и то же потому что больной может действительно не всегда сразу понимать что он так сказать как он отвечает но основные биологические параметры в нынешнем варианте мы не используем значит сегодня мы это выложили в открытый доступ с 27 мая это лежит в открытом доступе каждый может зайти в систему медики из ковид 19 и проверить себя на наличие тех или иных симптомов ну вот некоторое время назад у нас уже было 12500 человек прошедших через этот опросник проанализировано 2 200 анкеты то что мы собрали в августе к августу 20 года но чуть позже я поговорю вот среди наших больных конечно позитивных меньше чем отрицательных ковидных больных но это примерно совпадает с данными сайт стоп коронавирус где тоже 3 процента заболевших имеют позитивный позитивные данные по пациенту вы видите что система в 47 процентах выявляют признаки ковид 19 22 процента мы говорим что возможно заражение потому что больной например контактировал с пациентом и другие состояния примерно треть пациента чуть меньше мы говорим что у вас нет инфекции ковид 19 скорее всего мы провели анализ чувствительности таким образом мы взяли всех больных которых был положительный ковид в анализах неважно каких пациент или антитела и разделили число пациентов у которых система вы выявила ковид на общее число пациентов с положительным результатом анализа и выяснилось что чувствительность система составляет 89 и 47 процентов это высочайшие цифры я считаю они гораздо конечно выше чем показатель пациента тем более наличие антитела кроме того к опроснику прикреплен справочник по рекомендациям гнот он адаптирован для пациентов он очень коротенький и каждый пациент пройдя по этому справочник может самостоятельно принять решение о том как ему бы использовать какие препараты лучше использовать ну здесь написано что иногда нужна госпитализация в каких случаях так далее так далее то есть такой укороченный очень прямой опросник мы знаем что очень многие люди использовали с успехом сейчас мы подготовили опросник для того чтобы разослать тем пациентам тем 12 тысяч которые прошли через опросник спросить у них насколько им это помогло потому что наше впечатление что это все-таки очень часто было действительно важно для пациентов принять определенные решения на основе нашего опроса мы смогли сформировать образ болезни пациента с лабораторно подтвержденным ковид-19 то есть это все люди у которых ковид-19 позитивный и что мы здесь видим мы видим что основное состояние состояние которое у больных есть это слабость ну контакты с больными ковидом ноги отмечают дальше сдавление или боль в грудной клетке повышение температуры тела умеренный депрессивный фон но тем не менее он есть шестьдесят четырех процентов боли в мышцах головная боль опершение в горле 56 процентов поноса боли в животе у половины лишь анасмии то есть отсутствует чувство запаха об этом все говорят как она самым главном признаке это не так а дышка примерно половины ну и так далее кашель причем обращаю ваше внимание что на отсадной кашлю третье ну в общем вот таким вот образом вы выглядит описание болезни следующая группа это те у кого не было подтверждение лабораторного подтверждения к вида но кто прошел наш опросник здесь соответственно появляется больных с к видом и без к вида тоже те самые 30 процентов у которых у которых система не вывела к вид и вы видите что здесь гораздо меньше все все признаки чем мы видели с вами только что это позволило нам совместить 2 2 графика и здесь мы видим что они действительно сильно различаются синие это те кто не имеет лабораторного подтверждения красные то те кто прошли через систему имеет лабораторное подтверждение заболеваний и вот здесь красными стрелочками слева я отметил я отметил вот эти те ситуации где практически в два раза различается частота признака повышение температуры тела у больных без к вида без подтвержденного к вид 38 процентов а с подтвержденным 64 ну похоже цифры по депрессивному фону понос обратите внимание в два раза различается понос на то есть появление понос на самом деле это почти подтверждение наличие к на к вида аналогично сына сми хотя она встречается у половины всего больных но тем не менее у тех у кого нет полуполит позитивного к вида она встречается в два раза и более меньше длительный длительная температура тоже я сам начал описывали вот здесь математическое выражение именно это тяжелая депрессия с суицидальными признаками обращаем ваше внимание суицидальные вещи очень часто возникают при к виде и они в два раза чаще возникает именно у тех кого есть на к вид чем у тех кого подтверждение лабораторного не было необычное сновидение мы считаем что мы первые кто описал этот признак и они тоже в два раза чаще возникают у больных с лабораторным подтвержденным к виду то есть если есть необычное сновидение можно считать что это почти стопроцентный к вид выраженная мышечная боль тоже различается сопровождается сопровождается потливостью гипертермия тоже различается в два раза боль в горле в два раза чаще у больных с к видом чем без к вида ну и наконец надсадный кашель в три раза больше чем в три раза чаще возникает у больных с подтвержденным лабораторно к видом чем у тех кого лабораторного подтверждения нет таким образом мы это все сейчас будем переделывать в нашей системы в наших системах в наших системах вероятности но вот это показывает о том какие признаки могут быть учтены для того чтобы с высокой степенью вероятности говорить о наличии у больного к вида 19 просто по опросу пост к видный синдром ну как всегда у нас на теперь новый мем такой раньше был армянской радио теперь английский ученый оказывается в августе двадцатого года французские исследователи сообщили что через сто дней после госпитализации у трети из 120 выздоровших пациентов были проблемы с памятью проблемы со сном трудность концентрации внимания и примерно пятьдесят три процента больных с легкой формой болезни жалуются на усталость одышку боль суставов боли в груди все было отмечено мы в июле 2020 года уже сделали доклад по пост к видному синдрому уже обозначили его как пост к видный синдром ну тут можно долго мерить с приоритетами посмотрим на выходе мы естественно проанализируем публикации но мы считаем что мы в общем то ну как минимум одни из первых заговорили пост к видном синдроме и по моему первые предложили этот термин очень много неврологических заболеваний смотрите у в 36 процентов случаев к вид 19 были цереброваскулярные заболевания нарушение сознания клиника поражения черепно-мозговых нервов обманятельная вкусовая дисфункция огромное количество аутоиммунных воспалительных синдромов связанных с поражением нервной ткани включая гиенбаре десимнирменцефаломиелит и так далее и так далее автальмопорез тоже обращаю ваше внимание очень многие больные жалуются на расфокусировку зрения это именно автальмопорез ну делается вывод это довольно старая работа о том что это может быть прямое вирусное неврологическое повреждение или косвенные нервовоспалительные аутоиммунные механизмы почему я на это обращаю внимание потому что до сих пор вирус в нервной ткани не очень-то обнаруживается мы не видим большого количества картинок где было бы показано что в нервной ткани много вирусов а вот аутоиммунные иммунокомплексные поражения это как раз очень характерная тема именно для поражения нервной ткани и поэтому с самого начала нами была выдвинута гипотеза что постковидный синдром это хронически протекающий тромбовоскулит с преимуществом поражением нервной системы головного мозга автономной периферической энтеральной системы и кожи кожа в виде воскулита эта гипотеза на наш взгляд находит свое подтверждение потому что основная палитра симптомов при ковиде связана именно с патологией мозговых тканей лихорадка центрального генеза необъяснимая слабость необъяснимая дикая головная боль анасмиды с гави причем есть специфические мрт признаки заложенность груди нарушение регуляции давления поносы панические атаки необычные нарушения грубое нарушение настроения все это относится к неврологической симптоматике какие нервы поражены это другой вопрос по разному видимо и мы просто пока можем говорить о том что идет поражение нервной ткани в атласе изратьянца вот картинки повреждения нервной ткани здесь вы видите тромбозы здесь вы видите и диапидес эритроцитов вот здесь он хорошо виден вот выход эритроцитов за пределы тканей вот тромбики то есть тут говорить о том что что-то такое не очень точно обозначен да нет все очень точно отек ткани естественно возникает так выглядит картинка нейросети здорового человека вот такая вот красивенькая вещь как вы понимаете при отеке ткани при опять же диапидесе эритроцитов и так далее вот это все связи нарушаются и поэтому такое многочисленное проявление вот этого ковидного энцефаломиелита потому что везде во всей нервной ткани начинаются нарушаться вот эти связи ну исходно мы говорили о том что это вот признаки ковидного энцефаломиелита я их уже частично перечислял нарушение терморегуляции поскольку терморегуляции центрального генеза и вот как это выглядит значит при обычном воспалении температура идет от пирогенов макрофаги дальше выделяется эндогенный пироген который запускает выброс простагландинов эндотериальными клетками и только потом это все воздействует на установочную точку в гепталямусе потому что регуляция имеется именно в гепталямусе там переключатель гепталямус чувствует кровь притекающей как теплую или холодную соответственно включая теплоотдачу или теплопродукцию принципиально здесь что что на на уровне вот этой вот внешней регуляции тут действует антиперетики ибупрофен парацетамол и так далее а мы знаем что очень часто не работают антиперетики в то же время на гепталямус действует и спирт и глюкортикостероиды и анальгин и они прекрасно себе работают в этой ситуации так у меня что тут включилась что ж такое чтобы сдохнуть нажать нажать все вот то есть здесь непосредственно воздействие на гепталямус а гепталямус это нервная ткань значит она поражена значит собственно говоря тут и происходят все проблемы с нервной ткани ну дальше вестибулярные нарушения нарушения слуха зрения нарушения регуляции давления обращаю ваше внимание не только на гиперкриза тяжелейшие больной у нас один был с 300 мм иктутного столба с трудом вытащили из этого состояния ничего не работало кроме банального капотена ну правда горстями а также бывает гипотония тяжелая нарушение ритма сердца без всяких проявлений миокардита без всяких функциональных нарушений просто внезапной тахикардии иногда до 200 ударов в минуту заложенность груди нарушение менструального цикла нарушение прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту и по носу и вот я говорил какие изменения на мрт вы видите вот здесь картинки четко совершенно показывающие что есть изменения на мрт это изолированная на сме больной с доказанной ковид-19 инфекцией которая очень быстро прошла вот здесь четко совершенно видно что изменены локальные изменены центры отвечающие за запахи некротическая энцефалопатия тяжелейшее проявление при вирусных инфекциях в данном случае это грипп h1n1 я почему привел этот пример но есть эти энцефалопатии есть и при ковиде потому что здесь была и метилпреднизолоном пульс терапии да и плазма фрс и больной был очень быстро сняться в л и на 14-й день от начала заболевания он вышел из отделения интенсивной терапии вот еще один пример недавно в августе по-моему опубликован англичанами женщина с начала координации движений после того как у нее появился ковид трудности с поиском слабость слов слабость правой руки была сыпь кожный маскулит и изменения на мрт очень характерны для такого распространенного диффузного поражения значит ей внутривенно провели пульс терапии метилпродинезолоном я напомню что когда в наших рекомендациях появилась пульс терапии в мире про пульс терапии никто не говорил наоборот все говорили не не ни в коем случае гормоны применять нельзя потом вдруг через месяц появился дексаметазон и вот начали уже лечить на восьмой день начать плазму фрс три с половиной литра в день быстрое клиническое улучшение неврологического дефицита остаточный небольшой вазогенный отек белого вещества и после выписки у нее были обнаружены антитела то есть они были раньше взяты обнаружены после выписки антимиелин олигодендорцитарный гликопротеин ну это новый вид антител мне ничего про него честно говоря не известно но факт тот что антитела фактически мозговым каким-то структурам они есть это еще раз подтверждает наличие анти наличие аутоиммунного компонента в развитии повреждения головного мозга была группа она есть до сих пор правда мы сейчас из нее как-то вдалились немножко нетипичный коронавирус в фейсбуке и по-моему еще где-то и мы нам удалось провести там с помощью модераторов опрос 1400 больных с постковидным синдромом это был октябрь ноябрь месяц мы сформировали уже четко образ болезни уже не наше предположение а конкретно вот оценили особенность течения и эффективность принимаемых мер ну во-первых 57 процентов отмечают симптомы в течение более двух месяцев и 74 отмечают волнообразное течение симптомов то есть они приходят и уходят тест на коронавирус у половины положительный у 20 процентов отрицательный еще примерно у тех же 20 там 25 получается те кто не сдавали тест на коронавирус я имею в виду здесь и ПЦР и антитела естественно и вот образ болезни который мы уже отослали сейчас в группу в Великобритании которая занимается постковидным синдромом значит здесь слабость боли в мышцах костях суставах невозможность выполнения работы 60 процентов очень многих бессонница сонливость смены дня и ночи периодически повышение температуры понижения заложенность груди необъяснимые познабливания депрессия 45 процентов ночные поты или потливость днем головная боль боли в области сердца мы специально не дифференцируем какая потому что она на самом деле практически никогда не носит характера стенокардиотической но во всяком случае у наших больных мы ни разу этого не видели аритмия выпадения волос мурашки и жжение кожи очень часто признак 30 процентов 33 процента повышение давления нарушение зрения почти 30 процентов и это в первую очередь именно нарушение фиксации фиксация значит нарушение фиксации зрения рейп нос высыпание на кожу воскулиты яркие сны почти у 20 процентов узлы на венах и болезненность вен обращаю ваше внимание очень странная симптоматика но она есть я сейчас ее покажу нарушение походки понижение артериального давления 14 процентов и нарушение слуха ну там еще головокружение и так далее были ответы которые мы не смогли так сказать оценить четко это панические атаки судороги поле нейропатии различные ощущения вибрации в голове и в груди вот сегодня пришла больная которая говорит я как этот самый трансформатор гужу внутри ну такой вот как хотите но вот человек такое очень неприятное ощущение сложности сконцентрированность концентрированностью рассеянность забывчивость туман в голове гинекомастия у мужчин нарушение менструального цикла головокружение синячковость эмоциональная лоббильность патофагии патоосми мы об этом говорили зубная боль обращаю ваше внимание несколько человек аллергические реакции отеки лимфостаз и увеличение лимфоузлов ну уголокружения шум и звон в ушах мы уже об этом сказали надо сказать что в международной классификации МКБ-10 появилась позиция постковидное состояние ну в русском варианте постковидный синдром мы надеемся что это с нашей подачи в том числе это необязательный код который позволяет установить связь с ковид-19 или иной симптоматикой его нельзя использовать в случаях когда ковид-19 все еще присутствует остается только спросить уважаемых возовцев а как установить присутствие ковида-19 ПЦР антитела или вирус посеять куда-нибудь на куриный бульон я не знаю ну написали написали ладно с них взятки гладкие мы предлагаем диагностику постковидного синдрома следующее это образ болезни который мы вам показали это лабораторные маркеры воспаления здесь у нас уже есть собственный опыт мы можем четко сказать с какой частотой эти маркеры отмечаются дедимеру 35 7 процентов фибриногену 9 процентов цирреактивный белок 12 процентов перетин очень мало кто делает поэтому я на него не стал в процентах ориентироваться тем не менее он бывает повышен и маркеры ДВС синдрома это в первую очередь РФМК 75 процентов больных кто сделал это исследование это довольно большой процент возможно нужно проводить МРТ исследование но нужно этим заниматься не мне потому что это должна быть все таки неврологическая клиника пока неврологи от этого диагноза отпихиваются ну ВОСТ им точно не указ понятно а Минздрав у нас это пока не внес возможно нужно исследовать антифосфолипидные антитела и другие антитела тоже вопрос для изучения потому что у некоторых больных мы видим что есть антифосфолипидные антитела но не у многих очень мало кто исследует и потом вы поймите мы работаем с больными за их деньги мы не получаем от государства ничего поэтому заставлять их делать исследования еще дорогостоящие за свой счет но у меня честно говоря рука не поднимется и наличие воскулитов кожи лимфоденопатии поражение вен вот здесь вот на закусочку вам картинки это наши собственные как бы данные присланные больными здесь вы видите и типичные проявления типа крапивницы здесь например холодовая крапивница у пациентки а вот те самые поражения на коже в виде каких-то выбухающих по ходу сосудов я не знаю как это назвать это же не аневризма сосудистая вроде бы нет но скорее всего это какие-то воспалительные очаги наверное нужно делать биопсию смотреть но у нас таких средств нет мы работаем в амбулаторных условиях поэтому но здесь-то точно это вена просто разбухшая вена поэтому скорее всего все-таки это воспалительные такие воскулиты крупных достаточно сосудов по этому же опросу мы оценили эффективность различных методов терапии понятно что здесь все в кашу и выделить тех кто получал одно и не получал другое довольно трудно зелененьким обозначены те у кого исчезли признаки постковидного синдрома синенькие это те у кого уменьшились признаки и серые это те у кого не изменились и о ужас у вас все одинаково даже может быть чуть получше у тех кто ничего не принимал там хоть 6 и 6 процентов исчезли признаки но обратите внимание что гомеопатия уменьшила признаки больше чем например гормоны и витамины ну я не призываю к гомеопатии друзья только поверьте мне но тем не менее и это конечно свидетельствует лишь об одном что тот метод опроса который мы использовали он совершенно бессмыслен понятно что те кто принимали антикоагулянты они же применяли гомеопатию и гормоны и все вместе и все в целом и в общем понять в этом невозможно результативности но ясно что результативность в общем прямо скажем довольно низкой 5-6 процентов мы можем говорить о хорошей результативности в той же группе был проведен простенький опрос совсем и здесь результативность от приема антикоагулянтов гораздо выше 84 процента если сложить тех у кого антикоагулянты оказали хороший эффект с рекомендацией врачей без рекомендации врачей тем не менее эффект вот 84 процента ухудшение 2 и 3 процента тоже понятно что такие опросы не очень доказательны но тем не менее у нас другого источника информации нет поэтому приходится использовать разное наша схема терапии постковидного синдрома основана на гипотезе о том что тромбоваскулит тромбоваскулит нужно лечить антикоагулянтами что мы и даем те же самые три антикоагулянта в профилактических дозах которые уже были обозначены примерно 1-2 месяца как правило вот мы оцениваем эффективность мы посчитаем мы все время считаем постоянно вот сейчас она у нас 83 процента 83 процента вы спросите что полностью выздоровел нет конечно все равно наверное что-то может оставаться но на сегодняшний день позитивные хорошие эффекты это 83 процента пациентов в некоторых случаях мы пробуем гормональную терапию эквивалентную 25 миллиграмм преднизолона пероз но те кто знаком с гормонами знает что их все приводят на одну таблетку преднизолона одна таблетка преднизолона равна одна таблетке метилпреднизолон или одной таблетке дексаметазона вне зависимости от того какие в них миллиграммы вот пока мы ну у кого то есть эффект но статистически я пока ничего не могу сказать по плазмофорезу у нас пока так и не появился опыт хотя я считаю что это должен быть мнение это должен быть метод выбора при неэффективности антикоагулянтов и гормонов и последнее время довольно широко стали назначать лечебное питание компании Nestle ну вот здесь представлены продукты Nestle значит это полноценно сбалансированное химическое фактически питание оно имеет энергетический смысл и дополнительно вносит витамины и белки вот и ускоряет восстановление обычно оно используется в реанимации да то есть это парантеральное питание не параральное но есть целый набор продуктов питания которые можно использовать использовать в обычной жизни дома и мы сейчас их стали давать пока я не могу сказать что мы имеем какие-то результаты мы буквально там последний месяц назначаем пациентам у которых имеется дефицит массы тела у которых трудности с пищей мало едят и так далее и так далее вот значит здесь вот перечислены эти продукты мы даем сейчас как правило вот ресурс 2.0 ресурс 2.0 файбер здесь с волокнами по одной бутылочке фактически 3 бутылочки это полное возмещение необходимого ресурса во всех веществах которые необходимы человеку ну и есть вот сбалансированное питание в баночках и такое же питание для восстановления иммунитета в коробочке здесь мы попросили специально для нас сделать описание такое очень короткое но потом если кому-то это очень интересно могут посмотреть значит одна бутылочка это один полноценный прием пищи три бутылки соответственно это три полноценных приема пищи обращаю внимание что есть для диабетиков отдельная упаковочка а для всех остальных упаковки они разнятся по количеству здесь например мало ресурс протеин здесь мало килокалорий то есть пониженный колораж если это пациент с избыточной массой если нужно восстанавливать именно белковый баланс но белки примерно везде как вы видите одинаковые жиры углеводы они различаются поскольку разное количество здесь энергии еще раз повторюсь файбер здесь есть пищевые волокна которые улучшают пищеварение напомню что у нас все больные сейчас прошли практически все прошли через применение антибиотиков и это конечно не добавляет никому никаких никакого позитива вот и вот два продукта в виде каких-то твердых да здесь это вот ресурс оптимум и орал вот по три по три пакетика можно здесь если я правильно понимаю ресурс оптимум полно ложечки а это три пакетика в общем мы предлагаем им пользоваться они есть везде они доступны их можно легко купить они есть в аптеках они есть там во всяких сетевых этих новых авитах там и так далее в общем это не проблема сейчас достать эти продукты мы рекомендуем их добавлять в питание потому что они скорее всего хорошо помогут ну и наконец новая форма оказания медицинской помощи или помощи скорее это ответственное самолечение мы его назвали медицинским бюром Павла Воробьева без всяких потук на скромность потому что ну уже фамилия как бы так она довольно известная моя поэтому люди на нее идут почему медицинское бюро ну потому что это не больница это не поликлиника это вообще не медицинская организация у нее нет никаких лицензий никаких статусов медицинских это просто бюро бюро ну как адвокатское бюро приходите вам там что-то советовать вы уходите счастливы мы шли к этому несколько лет мы пытались взаимодействовать с государственными структурами с частными структурами ну и вот на фоне ковида 19 мы решили что мы уже хватит нам со всеми взаимодействовать надо переходить к действиям значит медицинское бюро это оказание информационных услуг потому что по действующему законодательству оказывать медицинские услуги дистанционно невозможно нельзя поставить диагноз и назначить лечение без очного приема врача тогда какой смысл в этом дистанционном взаимодействии стремительно развивается ответственное самолечение и на наших глазах происходит риск разрушения патронистической модели здравоохранения где врач всегда прав но только что вышла сегодня по моему или вчера газета независимая где есть статья моя на эту тему и где я привожу любимый пример что врач сказал в морг значит в морг но больные сопротивляются такому подходу они сегодня умные они много чего читают много знают иногда домысливают не всегда верно но врач должен быть готовым к тому чтобы объяснить и поговорить с пациентом на равных а не я вам сказал а вы делаете значит в нашей системе все консультации носят отложенный характер никакого общения по телефону мы не допускаем это принципиальная позиция не буду останавливаться на ней но от телефонного разговора ничего не остается а вот разговоры в письмах по специальной электронной почте остается фактически виртуальная история болезни которую мы регулярно пользуемся просматриваем что было что стало возвращаемся к тому с чего начиналось заболевание на сегодняшний день у нас работает руководитель два врача администратор и имеется техническая поддержка которая работает в режиме все это работает фактически 24 на 7 мы сейчас пытаемся как-то установить более щадящий режим потому что конечно уже люди немножко истощились в таком режиме работ постоянно но и не надо мы же не оказываем скорой помощи хотя бывают ситуации когда у больных необходимо вызывать скорую помощь и определять их в клинику но такие ситуации бывают редко и всегда есть возможность через техподдержку к нам зайти поэтому в общем как бы мы сейчас попытаемся немножко сделать расписание значит на сегодняшний день через медицинское бюро непосредственно прошло 419 человек а всего у нас более 500 наблюдаемых случаев которые мы ведем от и до по нашим рекомендациям ну вот я просто взял я сначала думал что я буду вам показывать про медицинское бюро потом решил что я просто покажу один день медицинского бюро вот вчерашний день звонки Михаила Ивановича Давыду это бывший директор онкоцентра потом Дмитрий Владимирович Родионов заведующим отделением медси с просьбой принять больного с раком гортани поскольку в государственной клинике от него отказались ну сейчас это не редкость когда от больных отказывается даже если у них нет ковида больная из Красноярска с мейлонной болезнью с гемоглобином в пределах 70 тромбоциты сейчас до 40 были где-то порядка там 15-16 она проходит химиотерапию получала массивные гемотрансфузии в стационаре переливали ей тромбоциты после этого она заболела ковидом скорее всего в стационаре заразилась и сразу была выписана домой ну что действительно чего ее держать мы ее посадили на антикоагулянты несмотря на такие цифры тромбоцитов каждый день общаемся регулярно проверяем тромбоциты сейчас они у нее поднялись уже до 40 и в общем-то она ну более-менее уменьшилась синячковость с отрицательным ПЦРом ее положили в больницу потому что ей нужно было вводить стационаре ста-статик ей ввели и в это время пришел положительный ПЦР снова и опять без всяких гемотрансфузий отправили домой ну такая мы про Симашка здесь молчим про систему Водкина Рейна Симашка мы молчим больная с идиопатической тромбоцитопинической пурпуры которая получает Эмплейт мы ее тоже ведем на антикоагулянтах поскольку у нее ковид сейчас ей вот ввели Эмплейт тоже это была госпитализация коротенькая ну занимаемся больная с одной почкой установленным в Краснодаре и чуточником стентом буквально накануне там же была выявлена был выявлен ПЦР плюс она тут же была отправлена домой у нее имеется клиника пилонефрита приходящей почечной парциальной недостаточностью мы конечно назначили антикоагулянты и тут же получили кровотечение почечное я хочу сказать что это единственное кровотечение на сегодняшний день у всех наших пациентов ну здесь совершенно ясно почему потому что там стент стоит и из под него просто подтекло мы тут же отменили антикоагулянт перевели ее на саладексид вчера мы решали вопрос о ее госпитализации потому что рецидив лихорадки переписка параллельно шла с сыном который находится в Испании она отменила ей отменили один препарат антибактериальный назначили другой я считаю что это было сделано неправильно мы порекомендовали вернуться к предыдущему антибактериальному средству там полно лейкоцитов в общем в общем не совсем с ковидом мы тут боремся и вчера же ей был назначен с нашей легкой руки дексаметазон температура все нормализовалось стало получше конечно ее дважды возили в больницу вчера и дважды возвращали обратно ну к кому нужен больной со стентом мочеточники с ковидом действительно да еще и пожилой дама упала дома 92 года дети не с ней срочно нужно было организовать посещение невролога для того чтобы решить вопрос о госпитализации потому что непонятно есть там очаговая симптоматика нет вызывать просто скорую не дождешься не хочется в общем тоже этот вопрос решили организация забора крови на дому вы знаете что у больных с ковидом лаборатории как правило не берут кровь на дому это отдельная песня у нас это сейчас хорошо отлажено приезжает бригада в течение суток обычно кровь забирают и делают все что нам нужно 10 новых пациентов обратилось в наше бюро вчера и еще примерно 50 я не считаю может быть и стоп потому что это огромный поток и считать уже просто невозможно 50 писем с ответами больным людям которые находятся под нашим наблюдением начинается переписка у нас примерно в 7.30 и уже я заканчиваю 23 вчера в 23.16 я просто волевым решением сказал что друзья мои после 22 все что приходит на следующий день ну кроме если что-то экстренное когда нужно госпитализировать вот а так 22 пришли обработали посмотрели написали ответы я их проверил и давайте до 23 мы это все рассылаем по больным ну и на этом мы заканчиваем нашу работу каждый день ну так вот мы работаем в бюро конечно мы сейчас набиваем очень много шишек мы это прекрасно понимаем потому что мы судя по всему единственные в мире кто работает по такому замкнутому циклу когда мы не только консультируем пациентов но и оказываем им дополнительные услуги с применением с привлечением наших партнеров мы привлекаем партнеров по выезду лаборатории мы сейчас договорились у плазмоферезии по виду ближайшее время начнем делать плазмоферез все это идет через нас под нашим контролем мы во всем участвуем в качестве организующего звена в какой-то степени можно уподобить это страховой компании которая ничего не делает на самом деле а мы как раз делаем вот и мы абсолютно уверены что мы протаптываем сейчас первую дорожку и чтобы он по нашим пыльным тропинкам далеких информатизационных планет пойдут миллионы по нашим следам ну просто другого пути нет потому что виртуализацию мира новая постиндустриальная волна не даст остановить что бы мы с вами не делали все равно это будет мы можем либо смотреть со стороны как это все несется мимо нас либо возглавить это движение мы пытаемся возглавить мне кажется у нас получается во всяком случае согласитесь что если во всем мире наши рекомендации используются если они появляются в переписке с самыми разными специалистами из разных стран не только россии если они появляются в приказах минздрава наши подходы и даже телемедицина появилась в приказе от 30 10 до 2020 о том что надо использовать телемедицинские технологии для ведения больных с ковидом то я вас уверяю нас очень хорошо слушают и очень хорошо слышат и это я говорю без всякой ложной скромности почему да очень просто вот наша деятельность еще одна это прямые эфиры на первом канале на снимке это время покажет более 120 прямых эфиров за это время вы только вдумайтесь 120 эфиров мы с андреем сделали за это время это и первый канал это НТВ это ОТР это Звезда это Царьград и другие каналы не менее сотни статей вышло в средствах массовой информации в основном это газеты и почти каждый день я выступаю где-нибудь по радио работа в социальных сетях это огромный пласт который мы в этом году подняли и он оказался неимоверно плодовитым этот пласт проведение конференции проведение вебинаров все это идет от имени московского городского научного общества терапевтов и это сделало сегодня московское общество терапевтов очень звучным и очень известным во всем мире ну уж конечно известным среди русскоговорящей аудитории поэтому мы не только занимаемся медициной мы занимаемся и пропагандой современных медицинских подходов и то что мы сделали я даже специально организовал ну так получилось я им это рассказал они специально провели заседание скажем так прямого эфира время покажет где я рассказывал о том как нам удалось сместить сместить сопротивление по применению антикогулянтов по применению этих подходов для лечения пациентов которые позволяют очень сильно снизить летальность вообще то что летальность в россии такая низкая парадоксально низкая я считаю на сто процентов связано с применением антикогулянтов широким применением антикогулянтов сегодня все госпитализированные больные применяют антикогулянты и очень многие это я уверен десятки тысяч потому что антикогулянты исчезли из продажи применяют это в домашних условиях смотрите сколько лайков на этом появилось это красное пламя ну и заканчивая я хотел вернуться к Боткину мы в такой позиции как и он однажды на балу его донимала одна дама она ему рассказывала о том как у нее щемит в правом боку потом в левом и так и эдак и доктор что мне делать он отбивался но наконец в какой-то момент когда она в очередной раз подошла к нему с вопросом как мне быть он вежливо ей сказал раздевайтесь ну и мы примерно действуем по тому же принципу и конечно очень приятно получать вот такие письма их довольно много мы сейчас стали выкладывать на сайте хочу выразить благодарность за статьи семинары вебинары ваше знание опыта очень помогает надеюсь наше правительство Минздрав вас услышит и многие жизни будут спасены мы тоже на это надеемся большое спасибо вам за то что вы это прослушали и я готов отвечать на ваши вопросы пишите сюда чтобы они не пропали так скажите как лечить организующуюся пневмонию после ковида в какой дозе давать гормоны как долго после ковида вообще-то не бывает пневмонии там нету пневмонии там поэтому поэтому я не знаю о чем идет речь и зачем там гормоны я тем более не знаю так не четкая презентация друзья ну это у вас можно ли двойной дозе солодексида заменить нуаки две капсулы два раза в день ну мы назначаем по одной капсуле ну можно две я не знаю а почему нужно замещать какой в этом смысл есть доказанная совершенно эффективность без сомнения она не вызывает у нас сомнений зачем замещать если есть какие-то противопоказания это один разговор а так просто я бы не стал профессор Царенко 52 больница сообщил что не нужно обращать внимание на уровень ИГМ его мнение данная методика исследования некорректна как-то вы к этому относитесь пациенты очень активно сами проводят данные исследования занимается трактовкой результатов ну я не понимаю что это не корректная методика она корректная но проверяется ИГМ во-первых надо понимать каким методом проверяется потому что есть же эти такие пластиковые штучки для оценки беременности туда поместили что-то и говорят что это ИГМ может они беременности проверяют вот а есть проверка анализа по анализу крови это более точно наличие ИГМ ни о чем не говорить так же как и его отсутствие потому что наличие ИГМ может быть очень долго это может быть хвост какой-то тянуться никакого отношения к вирусу это не имеет это антитела ну трактовка нулевая понимаете выявляется наиболее часто антитела выявляются на третьей-четвертой неделе до 90 процентов исследований хороших это данная Кахрейна дальше они частота выявления их падает трактовать это ну никак не надо трактовать есть и есть если есть то скорее всего человек переболел коронавирусом так как вести пациент в постковиде с гастропатологией есть ли особенности ну опять что такое гастропатология понимаете вы такой формулировки задаете вопросы что я просто я теряюсь гастропатология с проблемой в голове какие-то особенности наверное есть если это понос мы его извините за выражение затыкаем препаратами если это какие-то боли в желудке ну соответственно препараты которые используются при болях в желудке ну тут что-то такая какая-то ссылка я в вашем с вашего позволения заходить не буду как долго может сохраняться субфибрилитет знаете довольно долго понятие субфибрилитет вообще расплывчато до 37 с половиной считается нормальной температуры если вы занимаетесь лихорадкой неясного генеза то первое что вы начинаете до 37 с половиной вообще не обращает внимания ну есть и есть еще раз обращу внимание вот на что нужно обращать внимание на низкую температуру очень многих людей у которых всю жизнь было 36,6 стояло всегда ровно вдруг температура становится 35,4 и никуда не двигается что с этим делать да ничего не делать это постковидный синдром пройдет что значит необычные сновидения кошмары эротика фэнтези что это я должен перевести с русского на русский что снится то что обычно не снится если человеком снятся сны хорошо если вы никогда не снились сны и вдруг начинает что-то сниться то это признак болезни я про жанр ничего не знаю не говорил так приведем примере у мужчин 30 лет через полтора месяца развили расценировать симптомы ковида это реинфекция или хроническая персистенция вирусов в организм про персистенцию вируса ничего не известно никаких данных об этом нет потому что появление ПЦР ни о чем не говорит это не вирус вирус требует посева да его нужно получить тогда мы можем говорить о его персистенции а ПЦР даже если какие-то кусочки вируса будут например они в макрофаге извините где-то завалялись и потом вдруг вылетели в кровоток и что ну ничего ПЦР будет положительным даже имунглобулин мог подняться но это не персистенция вируса поэтому пока про персистенцию вируса насколько я вот видел все это неподтвержденные данные соответственно то же самое вирус в кишечнике его не обнаружили там ПЦР все ПЦР это не вирус ПЦР это косвенный признак вируса точнее это признак наличия каких-то его белковых или там рнковых частей извините за выражение что там обнаруживается я не знаю может быть ли связь взаимодействие вируса кишечного микробиома ну понимаете может быть дайте погадаем может быть мне хотелось бы исследований а не таких вот разговоров может не может может быть все мутация вируса английская история ну конечно фейк друзья мои какой-то лаборант на каких-то мышках обнаружил что вирус лучше присаживается на клетки чем было раньше ну написал об этом все скажем о теперь же страшное дело что будет у нас вот тут вот не помню в засексе каком-то очень много заболело это наверное связано с мутацией врачи закроем ландом и закрыли его ландом а в ответ европейские страны захлопнули тоже полет И Израиль тоже захлопнул Это чистой воды политика Они никак с Брекзитом своим разобраться не могут Поэтому они пытаются что-то такое придумать Как бы им еще С этим Брекзитом быть Вот они вам придумали новый вирус Уже же известно, что он Встречается во всех странах практически Ну в России его нет, понятно А в других странах он есть Это мутация 1600 мутаций на сегодняшний день По официальным данным Главное, что никто не сказал, что он более Опасен с точки зрения развития Каких-то заболеваний Да нет, просто взяли брякнули Это типичное Вот я же все время говорю, что Все, что вокруг ковида, это Третья мировая информационная война Это очень типичная ситуация Можно запустить любой фейк И даже не фейк И дальше все, что хотите Может произойти Я очень неудачно пошутил на эту тему Предложив Обсудить вопрос Уничтожения мутирующего вируса На корню С помощью напалмы Англичане обиделись А что я такого сказал? А закрыть город Устроить толпу людей Которые пытаются вырваться из города Это нормально? Ну, друзья мои Имейте совесть Когда на ваш взгляд Закончится пандемия Ну, она Она же не начиналась еще У нас даже эпидемии еще нет У нас есть просто вспышка инфекции Тяжелая Ну, вспышка У нас по Эпидемиологическим Критериям Имеется эпидемия Когда от 1 до 5 Процента населения Быстро заболело У вас есть такие цифры? Где-нибудь в мире Есть такие цифры? Нет? Нет ничего подобного Нет эпидемии А пандемия По определению Которую отменил ВОЗ В предыдущие годы Это эпидемия В разных странах Поскольку нет нигде эпидемии То, соответственно Нет и пандемии И она у нас Кончаться не будет Поскольку ее просто не существует Болеть будем Ну, довольно долго В принципе, я думаю Что если бы не Вся эта истерия То никто бы и не знал Про то количество Заболевших и умерших О которых идет речь И кроме того Я обращаю внимание Что заболевшие Очень много Прямо вот Сегодня два случая Я вам представил Я же не подбирал их Они просто Это те, кто были госпитализированы Они заболели в больнице То есть источником заражения Является медицинская организация Там заклеена вентиляция И оттуда вирус выйти не может Он там прям плавает Как в компоте Так вот, я напоминаю Что при гриппе H1N1 По данным Бывшего директора Института гриппа Ну, правда Это экстраполированные данные Он там пишется В пересчете В России умерло Примерно 200 тысяч человек Ну, хорошо Я ошибаюсь 100 тысяч человек У нас что При Сейчас Столько такие цифры смерти Что-то я не слышал А при гриппе H1N1 Никто даже не заметил У нас запретили статистику Благодаря Нынешнему вице-премьеру Голиковой Да, статистика Не собиралась И не демонстрировалась Если вы что-то такое Говорили про грипп H1N1 То на вас набрасывались А у меня такое было На меня наезжал просто Московский Роспотребнадзор Через ректора Университета Как я посмел сказать Что у больного Грипп H1N1 Вот Поэтому вопрос Не когда закончится Вспышка А когда они перестанут Трещать на каждом Перекрестке Ну вы уже видели Я же специально показал Первый слайд Не помогает Ни локдауны Ни маски Ни ничего Все будет идти Своим путем Чем быстрее пройдет Тем будет легче жить на свете 99 Я думаю Процентов Людей Заразившись ковидом Переболевает Либо совсем Бессимптомно Либо очень легко Небольшой процент Тяжело Но Почитайте Проценка Например Он говорит что У нас так много Умирает на ИВЛ Потому что они приходят С внутрибольничной Бактериальной инфекцией Это что значит Это значит что Не надо госпитализировать Надо лечиться дома Дома нет Внутрибольничной Инфекции Бактериальной То есть это Индуцированная Это ятрогения Ятрогенная Смерти Они не от ковида Смерти Вы понимаете Это все известно Давным-давно Но мы забыли Вообще Все принципы Системы Боткина Рея Симашка О том что Не надо лишних Госпитализаций Что лечиться нужно На амбулаторном Этапе В основном И если это можно А мы показываем Что это можно И что большая часть больных Легко переживает Это состояние То зачем Мы устраиваемся Вестопляск Мой прогноз Политический К сожалению Это конец вопроса Ваш прогноз Мой прогноз Политический Так Можно ли присоединиться К вашей диагностической Программе Я врач В смысле Подработать у нас Ну нам очень Психиатр нужен Ну в принципе Можно и врачом Ну напишите В личку Куда-нибудь Поговорим А? А вот Андрей Говорит Что он сейчас Скинет вам адрес Аслан Джукаев Один из наших Соавторов Вот Аслан Не пишет ничего Да Почему не пишет Не знаю Ведь он же плазму переливает И больных лечил И по Чечне мотался Ни одной Истории болезни От него нет Вот Атамира Талипова Я получаю через день Записи Такие восторженные Как я спас Я спас того Я спас этого Аслан Где ваши записи Ни одной Не понял Совместное применение Нефракционированного Низкомолекулярного Нефракционированного Ноак Ноак и добегатрана Добегатрана Тоже ноак Ну вот Амир Страдает этим Я не знаю У меня нет Никого опыта Я не знаю Зачем это нужно делать Но он делает Я видел У него много больных Который идет Одновременно И на Низкомолекулярных Гепаринах И на ноаках Ну там точки приложения Конечно разные Может быть Что-то в этом Есть какой-то смысл Но честно говоря Этим надо заниматься Изучать Никто же не изучает Вообще Слушайте Мы оказались в ситуации Когда нам говорят Да вы Пусть уврете Нужны антикоагулянты Пускай люди так живут Никто не хочет изучать Я же обращался Ко многим Я же очень многих знаю Лично Нет Нет Не будем Да ВС-синдрома нет Ну нету Вот нет и все Потому что в американских Рекомендациях Он не так описан Но ДВС-синдром Придумали в России И лечить научились В России Не в Америке В Америке вообще понятия не имеют Что такое ДВС-синдром Они глаза свои Протирали После того Как мы им показали Как лечили В Армении Во время землетрясения Какие потрясающие результаты были На терапии ДВС-синдром Которые никто до сих пор Не может воспроизвести У нас больные не умирали У нас с острой почечной недостаточности не было Потому что мы все Плазму, гепарин И плазма ФРС Не раздумывая Не рассуждая А есть ли показания А нет ли показаний Да не нужно это все обсуждать Это просто делается вместе И тогда вы получаете Отличные результаты Но поверьте Но нас умерло Вы только вдумайтесь в цифру Краш-синдром 400 примерно пациентов Меньше 10% смертей Из них половина То есть 5% Это умершие в первые сутки То есть они были привезены В состоянии несовместимом с жизнью Ну 5% смертей Вам что-то говорит Ну вы попробуйте Как-то вот Войти в эту ситуацию То же самое Мы вам говорим 100% эффективность Вы можете мне не верить Давайте Опросите больных наших Вам все покажем Они же все записаны Приходите Не, ну что вы ДВС-синдрома нет И антикоагулянты Шведы сказали Что они не работают Ну спасибо шведам Ну я не знаю Насколько я ответил Аслану Ну как мог ответить Кстати он тоже у нас Наполовину датчанин Насколько я понимаю То есть он отвечает За вырезанных Норок в Дании Он будет нести Всю полноту ответственности За это Бессмысленное убиение Вот вдруг кому-то Пришло в голову Что в норках что-то есть И взяли Уничтожили все Поголовье норок Это кому вообще Вот так вот Просто может Стукнуть В тимяшице В тимяшице Сделали Организационная функция Бюро Воробьева Плазма ФРС Плазма Аферезис Забор анализов Помощь госпитализации Тогда И так далее Доступна только в Москве Ну в принципе Конечно Да Только в Москве Подмосковье Мы Московскую область Тоже обслуживаем Но Плазма ФРС Мы сейчас договариваемся Как раз не для москвичей А для тех Что может приехать сюда Из других городов Ну мы что Как по другому У нас нет договоренности С другими Лабораторными Или там Частными службами Это все-таки Надо взаимодействовать Непосредственно С теми Кто готов На это Пойти Вы знаете Что был запрет На получение анализов Роспотребнадзор У нас же все Очень умный Роспотребнадзор Тоже Он запретил Делать анализы На дому Больным с ковидом Забирать кровь Нельзя Так Частое применение На периферии Да это понятно Что частое применение Я еще раз повторяю Нет опыта У меня никакого Может быть Это и работает Не знаю Плазма ФРС На центрифугах Или на аппарате Я привержен Плазма ФРС На центрифугах По простому Небольшими объемами До одного литра До одного литра Можно В крайнем случае Если это там Скажем Постковидный синдром Он не требует Плазмы И можно спокойно Замечать физраствор А если это Большие объемы Плазмы ФРС Удаление Там двух Трех литров То в этом случае Вы не обойдетесь Без свежезамороженной плазмы Ну и кроме того Мой опыт Вот работы Говорит о том Что литровый Плазма ФРС Он позволяет Дренировать ткани И высвободить Из ткани Связи с клепками Патологические белки Это еще в диссертации 25 лет назад У меня все эти графики были Именно вот Низкообъемный Плазма ФРС Большой объем Наверное тоже позволяет Но я не проверял Так Ваши рекомендации Помогли спасти В октябре 60-летнего брата Со средним тяжелым ковидом 40% Поражения 92% Сатурация Лечился дома На второй день Прошел тестирование Получил заключение И прочел Там соответственно Ну спасибо Спасибо Мы очень рады Что мы помогаем Андрей я думаю Выпишет Сейчас это из Этого чата И мы это поместим В очередной раз Мы помещаемся Сейчас на странице Наши медики Про Ваше отношение К прививке Спутник Ви Но это не прививка Только Это же Генномодифицированный Вирус Там прививки Нет никакой Там нет Субстрата Для прививки Вам вводят Вирус Который попадает В клетку И заставляет Вашу клетку Производить Какие-то частички Еще какого-то Вируса До настоящего времени Подобных Препаратов В кавычках Это даже не лекарственный препарат Не существовало На свете Вряд ли кто-нибудь Разрешил бы Применение Такой Технологии Не будь У нас Ковида Не будь Всей истерии И так далее Поэтому сейчас Идет Огромный эксперимент Во всем мире Все препараты Примерно одинаковые Все они созданы На основе Векторов На основе Вирусов Я все время Это сравниваю С атомным проектом Но тогда Просто на Хиросиме И Нагасаки Оттянулись разочек Посмотрели Что будет А мы сейчас Будем оттягиваться На всем мире Будем тоже смотреть Что будет Я не уверен В том Что это этично И что это полезно Но это Опять же Большая политика И большие И большие деньги Очень большие деньги Представьте себе Что нужно привить Пять миллиардов Человек Посчитайте Сколько это стоит Ваше лечение По лечению Астенического синдрома Ну мы это Назваем не астеническим Синдромом Постковидным синдромом И мы Собственно говоря Лечим больных Приходите к нам Ведикейспрой Можно на самом деле Сюда выложить Ссылочку Чтобы я не на словах Я произносил Вот И заходите Мы поможем Так Вот тут Продолжение Истории Что 5 миллиграмма Литклес Это метилпиднизолон Знаете Мы не назначаем Метилпиднизолон Ну вот Как-то нам До сих пор Не пришлось Может быть Один раз Да нет Постковидный При остром ковиде Антибиотики бывают Потому что Во-первых Просто Прокальцитанин Есть Сегодня Он стал доступным И есть общий анализ Крови Там ведь тоже Все Мы более-менее Видим К сожалению Мы морфологию Лейкоцитов Теперь не сможем Посмотреть Раньше Меня Например Токсический Зернист Нитрофилов Интересовал Теперь Такой нет Но сдвиг Влево Лейкоцитоз Тоже позволяет Нам Дифференцировать Вирусную Инфекцию Бактериальной Мы Пару раз Антибиотики Назначали Ну собственно Я сегодня вам Показывал Больную Да Ну как Без антибиотиков Стенд Нойная моча Лихорадка А как я без антибиотиков Ковид Не ковид Тут Выбора нет Тут антибиотики Нужны Естественно То есть мы Против антибиотиков В широком смысле Это условие А когда они нужны Мы очень даже за Мне очень обидно За азитромицин Потому что Это мой любимый Антибиотик Я его назначал Почем зря Многим больным Потому что Очень много Баломикоплазной Инфекции Не знаю Как быть дальше Друзья Не знаю Не знаю Устойчивость будет Теперь у всех Микоплазм В ряде регионов Нуак Сейчас недоступна В отечной сети Ну еще раз Я вам Повторяю Ну недоступна Ну давайте Салудексид Если он доступен Но его Что же скоро Не будет Я ничего Не могу сделать Мы разговаривали С компаниями Проиводителями Говорят Вы понимаете Такого потребления Никто в мире Не ожидал Для того Чтобы произвести Нужное количество Нуак Нужно Многие месяцы Нужно Перестраивать Производство Потому что Они производят Какую-то партию И потом Ее продают По всему миру Отечественных Нуаков Насколько я понимаю На сегодняшний день Нет Есть масса гепарина Ну кстати говоря Ну Низкомолекулярных Гепарина Кстати говоря Если Очень приспичит Можно колоть Низкомолекулярные Гепарины Я не против Просто Ну мне казалось Что В амбулаторных Условиях Проще Таблетки Принимать Но многие Колят Низкомолекулярные Гепарины Только единственное Дозу Смотрите Да потому что Клексан Это должно быть 0,4 В сутки 0,4 Два раза В сутки Извините Фраксипарина Должна быть 0,6 В сутки С фрагмином Я сейчас Сходу Не вспомню Дозу Но надо тоже Смотреть Чтобы это была Все-таки Большая доза Не надо Экономить На дозу Потому что Иначе Это не работает И Низкомолекулярные Гепарины Делаются Два раза в день Нельзя их делать Один раз Они бесполезны У них Время полужизни 12 часов 12 часов Просто уже Не остается Концентрация Маленькая Куда Аслана Не пущает Аслан Кто посмел Так Что вы думаете О гиперферритиномии При тяжелом ковиде Кого Каков на ваш взгляд Механизм развития Патогенез При ковиде Так это же Воспалительное белок Он же не только при ковиде Он при любых других Просто не раньше Никогда не обсуждали Раньше вообще не делали Ферритин Поэтому это не было Тема Сейчас стали делать Обнаружили Что он действительно Очень чувствительен К различным формам воспаления Хорошо Просто у нас еще один белок Острофаза Так называемый Был раньше ЦРБ Додимеров Ферритин Теперь видите Ферритин Появился Мы его видим Мы его не назначаем Ну как-то Я говорю Мне немножко стыдно За карман пациента Но мы его видим По-вышему Бывают очень высокие Я вам показывал Вот Амировский Больной Там 3000 ферритин Очень-очень-очень-очень Ну уходит На терапию Тяжелая лимфпения А лимфпения Это вообще Просто признак Вирусной инфекции Что тут такого Пожалуйста Можно математически Выстраивать все что угодно Но это не имеет Одно К другому отношения Как ЦРБ Не имеет ЦРеактивный белок Не имеет отношения К додимеру Это просто разные Разные космосы Они коррелируют Ну коррелируют Хорошо Ну пульс терапии Метипредом хорошо При очень тяжелых ситуациях Вот Мы собственно говоря Про это Машни Так А Понятно Это собственно Вы оттуда и приехали Кыргызстан Нет Ну понятно Мы с самого начала В первой же рекомендации Завели Пульс терапию С подачи Андрея Зайцева Главного пульмонолога Армии Который безуспешно Пытался Кстати говоря Завести Это в методические Рекомендации Минздрава Где он является В отличии от меня Соавтором Там отказались Ну мы вот Вынесли Все Лимфопения Лейкоциты Количество лейкоцитов Ну понимаете Можно на это смотреть Ну я не очень Люблю Потому что Это довольно Лоббильные Показатели Мы знаем Что характерна Лейкопения Для вирусной инфекции Мы знаем Что бывает Нейтропения При вирусной инфекции Мы знаем Бывает Лимфоцитопения При вирусной инфекции Ну каждый раз Надо оценивать Все Отдельно У меня кстати Был больной С агронцитозом В нынешний период 62-летний Мужик И тоже Первый же вопрос Который возник Не ковид ли А у него просто Агронцитоз Настоящий До нулей Ну потом Быстро разобрались Что это Агронцитоз Господи Как же называется Ну в общем Аллергический Сейчас у меня Альцгеймер Тоже присутствует Вы же понимаете Вот Гаптеновый агронцитоз Который резко Вы дали гаптен И он тут же убивает Все лейкоциты И я его честно Провел дома Это вообще Ни в какие ворот Не лезет Нули лейкоцит Нули нитрофилов А куда я его дену Я рыпнулся В гематологию Говорю Слушайте Мне бы там Трипан биопсидиз Дал Потому что у него Лимфолейкоз Еще коем Все прочее Туда-сюда Мне все отказывают Никто не хочет Никто не хочет Ничего делать Ну я дома провел Нормальную Все Человек выжил Выздоровел Абсолютно здоровый На антибиотиках Гормоны тут не нужны Продолжает Викинги Отнесло По норкам Ну да Надо ли делать Прививку или нет Я-то против Прививки Абсолютно В данном случае Категорически против Неизвестно Что вы прививете Так Лечу своих родственных знакомых Маши рекомендации В разной тяжести С положительным эффектом С разбитым Всех Эффект положительный Понимаете Очень обидно Но мне Как автору методики Что эти все данные Они куда-то уходят Вот я Чему на Аслана ругаюсь Он ничего не пишет Амир пишет А Аслан не пишет Об опыте Потому что даже Вот опыт Уже хорошо Понимаете Когда вы В домашней реанимации Переливаете Литрами плазму И об этом пишете И показываете Как ферритин падает Как растет Сатурация Это же здорово Мы опубликовали Вот буквально Вчера мне привезли Номер журнала Я сейчас вам Покажу Вот такой же журнал У нас Его наверное Многие знают Это стратегический архив Это один из лучших Медицинских журналов страны И вот мы в нем Только Сейчас я найду Да Вот мы в нем Опубликовали Нашу статью Вот он вот так выглядит Патогенез ДВС синдрома При ковид-19 Обращаю ваше внимание Что здесь Среди авторов Амир Талибов стоит И здесь приводится Тот случай Который я вам сегодня Показывал Рассказывал Про лечение дома Здесь написано Что мы его лечили дома Больного Ну Амир говорит Что он там не один Что надо еще Кого-то было Ну уже знаете Все быстро-быстро Немедленно Мы не успевали Мы с самим Талибом С Амиром Потом связались Когда уже Статья ушла Так что Мы еще будем писать Вы не обижайтесь Но вы тоже Описывайте Чтобы мы могли Вместе написать Потому что иногда Совершенно фантастические вещи Что какая-то Вот дама обращается Она нашла У двух беременных Какие-то изменения В головном мозге Плодов Какие-то там Я плохо понимаю Ну какие-то дырки Я говорю Так описать Надо два случая Это уже Это уже Сирия Исчезла Такие вещи Иностранцы Описывают Мгновенно Мгновенно Письмо В ланцет Леттер Поехали Вперед А мы все Думаем А вот как Это самое Светлана Федоров Продолжает Больше 20 человек За последние 2-3 месяца Ну пришлите Ну хоть что-то Ну хоть какие-то данные Ну слушайте Ну мы Нам говорят А почему У вас так мало Больных 500 человек Ну во-первых Эти 500 человек Это Обсосанные Больные Это не просто Пришли И ушли Да это люди Которых мы ведем Месяцами ведем Иногда Во-вторых Ну а что вы хотите От нас 10 человек в день Приходит Мы завалены Больными Вот честно вам скажу Завалены Иногда бывает Немножко полегче Но в целом Это очень много Каждый день Вы же Это не поликлиника Где вы 15 минут Их приняли И больше трава Не расти Больше он к вам Не придет Мы их каждый день Ведем Каждый день С ними Имеем беседы Кстати Очень много больных С психическими Отклонениями Это отдельная тема Очень нужен Психиатр К нам в команду Не знаю Как быть Потому что Мы не справляемся С этими психическими больными У них явные То у них инсульты Каждый день Мне пишут То голова Лопается То еще что-то такое И ежедневно От приема Без приема Ну ладно Так Через 3 месяца Поиск Клинического Здравия Дедимер Выше 3000 Остальные Глограммы Нормальные А дедимер Не является Показательным Коглограммом Никого отношения Не имеет Это показатель Фибринолиза Другая система Так это Мне может сказать Толь клиники Не новущая система Она тоже Участвует В гемостазе Но другая система Поэтому Разбирайтесь Я не знаю Почему Дедимер Выше 3000 Если все Хорошо Так Аспирин С курантилом Назначает Все Причем Вместе Я ничего Не могу Я же не могу Всем пришить Какую-то Новую голову Все слышали Звон Да не знаю Где он Слышал Астму Ор Защита От инфицирования Коронавирусом Насколько Астму Заболел Опасно Значит Насколько я понимаю Астма Никакого отношения Не имеет Коронавируса Ни с точки зрения Опасности Ни с точки зрения Защиты Это В самом начале Когда говорят Вот больные С хроническими Заболеваниями Астма Вроде как Хронические заболевания Ничего подобного Ничего подобного Никаких астматик Мы не видим Среди больных И никаких Ухудшений Так Панцитпени При ковиде При нормальном Пунктате Костного мозга Гемтофагоцитар Мелефагистиоцитоз Аслан Давайте разбираться Ну я Ну честно Ну что же я буду По вопросам Вам Очень специфические Вещи Расскажут Может быть Там есть Поражение Тяжелое Ну Вот как я На пальцах Так Чиркнуть схему Натальи Ленской У нее нет схемы Она просто Использует тот же самый Антикоагулянт Как и мой Это моя Так сказать Вообще-то Грубо говоря Подруга Дней моих суровых Мы с ней 40 лет В месяц работаем Вот Она просто добавляет Эти самые Гормоны сразу И все На этой теме Мы с ней все время ругаемся Потому что я считаю Что гормоны Это все-таки Более опасно Чем один Антикоагулянт Но она считает Что хорошо помогает Помогает Потому что температура Снижается Понятно Но гормонная температура Снижается у всех больных Это лучший антиперитик Но является ли это Хорошо Я не знаю Я Пока вот моя Позиция Она остается Изменной Мы пока не видим Показаний для назначения Гормонов Хотя конечно Я все время держу это В памяти о том Что это может быть А вы видите Какая история Вот Я в нейонатолог В нашем роддоме Изистов Видели Три случая Внутриутробных Внутрижелудочных Кровизлияниях Детей Матери которых Перенесли ковид На 30-35 недель Друзья Давайте описывать Я готов Подключиться Но вы пришлите мне Фактуру хотя бы Я же Я же не специалист Давайте литературу Прицепим Раз такое Три случая Это много Это уже закономерность Никто же об этом Нигде не говорит И мы все время Говорим с вами Заметьте О поражении Нервной ткани И это может быть И у плода тоже Потому что Антифосфолипидный Синдром Вы знаете Это тема Выкидыша Это тема Невынашивания Беременности Он собственно Оттуда и пошел Так В ход Поэтому мне кажется Что это очень Интересная тема Так При необходимости Антибактериальной терапии При ковиде Определять Начувствительность К антибиотикам Слушайте Начувствительность К антибиотикам Точно не надо Определять Это Такого способа Назначения Антибиотиков Не существует Все антибиотики Назначаются Просто так По Вероятности Их действия Кто на мочу Кто на Верхний дыхательный Пути Не более того Если есть Там почина Достаточно Те которые Не могут привести Почина Достаточно Но Никто Никогда Никакой Чувствительности Не определяет Это от лукавого Есть Способ Когда вы Делаете Посевы Регулярно В больнице И знаете Микробиологический Климат Например В регионе В этом году И тогда Антибиотики Подбираются По этому Микробиологическому Климату Но антибиотики Назначаются Сразу Когда возникает Потребность А посев У вас будет Потом Девочка 14 лет Болела без стоп Прошло 2 месяца До сих пор Не вернулся Обоняни Что делать Не знаю Почему так Тоже не знаю Может быть вернется Вообще История с обонянием Мы как-то никогда Раньше не обращали На это внимание Больных С нарушенным обонянием После всяких Респираторных инфекций Полно Мы еще Мы еще с вами Не подцепили В этот раз Синдром Хронической усталости Который Абсолютно Идентично Выглядит Постковидному Синдрому Похоже Это одно и то же Что это просто Развитие Поражение Мозговых Структур После инфекции Ну я Правда Говорю Не забывайте Что 10% всех Респираторных Инфекций Ежегодно Это Коронавирусы Разные У нас же не первый Коронавирус Который мы столкнулись Поэтому Вполне может быть Что и там Такие же симптом Просто никто Никогда их Не вычленял И не обращал Внимание Попробую написать Лабораторные Инструментальные Данные Не у всех Так и у нас Не у всех Вы что думаете Мы всем подряд Что даем В Москве Мы помогаем А вот Во Владивостоке Мы не можем помочь В других городах Кто-то делает Кто-то не делает Кто-то делает Одни исследования Не делает Другие исследования Ну немножко Каша мала Но это же Не стандартизованные Рандомизированные Исследования Это исследования Наблюдения Из практики На больших Группах больных Это все Нивелируется Поэтому ничего Тут страшного нет По клинической картине Большинство По телефону Калужская область Москва Московская область Ну хорошо Контроль Ну то же самое Просто мы Телефон Не используем И у нас гораздо легче У нас все В письмах написано Поэтому открыл Простыню И посмотрел Все что было Так Аслан Клянется Что он будет писать Приоритеты расставлены Будем писать Андрей Иванович Тоже всегда Требовал этого Ну конечно А как без этого Как без описания случаев Мы готовы публиковать У меня же два журнала своих Но мы готовы там Номер сформировать Из них Я понимаю что Они в геронтологии Не все влезут Особенно Неонатологический Случай Но я готов пожертвовать Одним номером Специально сделать выпуск О ковиду И с Неонатологическим больными Тоже Подумаешь Что такого Так Ну все Исчерпались вопросы Большое всем спасибо За вопросы За интерес Проявленный Я думаю Что вам было Не скучно Всех С наступающим Новым годом Даже не знаю Что пожелать Теперь в новый год Вот И конечно Я хочу поблагодарить Присутствующий здесь Президиум Нашего общества Который Достаточно активно Все время работает И постоянно Выступает С интереснейшими докладами И вообще Поддерживать жизнь Нашему обществу Мы раз В две недели Проводим Пленарные заседания Заседания На которых Кто-нибудь Из членов президиума Обязательно Рассказывает Что-нибудь Новое И необычное Поэтому Всех еще раз С новым годом И самых Наилучших пожеланий Все хорошо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова